Здравствуйте! Мы представляем вам нашу работу на тему Сравнительный анализ уровня знаний по гигиене полости рта 1 и 5 курсов студентов стоматологического факультета Саратовского государственного медицинского университета имени Василия Ивановича Разумовского Выполнили работу студентки 4 курса 3 группы стоматологического факультета Стрельникова Анастасия и Азизова Эльвира Человечество начало заботиться о гигиене полости рта очень и очень давно Около 5000 лет назад египтяне добивали жемчужины белизны зубов Используя порошок из сухого ладана, миры, веток мастикового дерева, бараньего рога и изюма Первые рецепты зубной пасты относятся к 1500 году до н.э. Во втором тысячелетии до н.э. уже использовался зубной порошок, приготовленный из пемзы с добавлением в него натуральных кислот Первая зубная щетка наподобие современных щеток из свиной щетины появилась в Китае 28 июня 1497 года Проблема гигиены полости рта остается одной из важнейших и актуальных в практической стоматологии Единственным способом борьбы с основными стоматологическими заболеваниями на данный момент является первичная профилактика Ежедневный уход с помощью основных и дополнительных средств гигиены, таких как зубные щетки, зубные пасты, ополаскиватели, флоссы, ирригаторы позволяют сохранить здоровье полости рта и предупреждать о развитии заболеваний твердых тканей зубов и парадонта Сохранение и укрепление здоровья студентов имеет большое социальное, медицинское и общественное значение Необходимо прививать студентам-медикам желание заботиться о своем здоровье и правильном образе жизни так как они в скором времени станут врачами, которым необходимо будет заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье пациентов Цель исследования – определить уровень знаний студентов медицинского вуза первых и пятых курсов статологического факультета по теме гигиены полости рта Задача, которую мы поставили перед собой – это разработать анкеты и провести анкетирование первых и пятых курсов статологического факультета СГМУ Провести сравнительный анализ оценки знаний по уходу за полость черта у первых и пятых курсов Оценить результаты исследования и сделать выводы Для решения поставленной задачи нами была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов Проведено анонимное анкетирование 130 студентов из ГМУ, из которых 72,3% женщин и 27,7% мужчин первого и пятых курсов статологического факультета в возрасте от 17 до 24 лет Анкета содержала следующие вопросы Это частота посещения стоматолога, регулярность и кратность чистки зубов, тип и характер щетины, виды зубных щеток, ориентир при выборе щетки, количество чисток в день, время и продолжительность проведения процедуры, использование дополнительных средств гигиены и знаний методов чистки зубов По данным анкетирования, студенты первых и пятых курсов считают, что здоровье в полости рта в первую очередь зависит от частоты чистки зубов, затем от характера питания, частоты посещения стоматолога, наследственного фактора и образа жизни Большее количество студентов первого курса посещают стоматолога и проводят профессиональную гигиену по мере необходимости Как напротив, пятый курс это делает два раза в год На вопрос о зубных щетках мнения студентов разделились Большее количество процентов студентов первого курса, кроме мануальной зубной щетки, знают еще и об электрических Пятый курс знает обо всех видах зубных щеток При выборе зубных щеток первый и пятый курс в первую очередь обращают внимание на их функциональность Первый курс 33%, а пятый курс 2,5 раза больше, что составляет 73% На вопрос о том, сколько раз в день вычистите зубы, студенты первого и пятого курса ответили одинаково, два раза в день Основная часть респондентов первых и пятых курсов уделяет чистке зубов 2-3 минуты При чистке зубов студенты первых и пятых курсов используют все виды движений Большинство студентов первых и пятых курсов пользуются щеткой средней степени жесткости Студенты пятого курса меняют зубную щетку один раз в месяц или один раз в два месяца Среди студентов первого курса были более разнообразные ответы Один раз в месяц, один раз в два месяца, один раз в три месяца и гораздо реже Дополнительным средством гигиены пользуются как студенты первого курса, так и студенты пятого курса Их ответы вы можете видеть на слайде Таким образом, по данным анкетирования выявлено, что студенты первого курса Недостаточно хорошо следят за гигиеной полости рта по сравнению с пятым курсом Так как не в полном объеме владеют информацией о составе и свойствах зубных паст Дополнительных методах и средствах гигиены полости рта, таких как зубные нити, ополаскиватели, ирегаторы, межзубные ёршики и щетки для языка Студенты первого курса еще не обладают знаниями о методах чистки зубов и умениями их применять на практике По сравнению с пятым курсом, и в том числе из-за этого страдает гигиена полости рта Студенты пятого курса по окончании обучения владеют всеми знаниями и навыками по гигиене полости рта Которые будут применять на практике со своими пациентами Спасибо за внимание